Всем привет! Пишет мне мой зритель Семен, он старшеклассник, и просит меня, говорит, дядя Слав, а можете проверить табы, я тут снял, как я правильно сыграл или нет. Я говорю, слушай, для того, чтобы мне проверить табы, мне их сначала самому надо снять и потом сравнивать твои с моими. Я говорю, давай мы так сделаем, я тебе видео запишу с разбором, а ты вместо доната мне пришлёшь видео, где ты играешь мелодии, которые я раньше на канале разбирал. Он говорит, о, без проблем, давай сейчас сделаю. Присылает мне видео, он там нормально играет на гармошке, а за исключением двух моментов я бы хотел отметить, там, где я пишу бенды, надо играть бенды. А Семён просто игнорирует штрихи, которые я ставлю, и играет чистые ноты вместо них. Это неправильно, потому что звучит фальшиво, и я это слышу. Я бы на его месте просто бы выбрал другие мелодии, в которых нет бендов, тогда бы у него всё здорово получилось. Вот, а Рюмклю Водки он записал не в той тональности, он играл на до гармошке, у него другой нету, а тональность там произведения была другая, и у него там такой нестрояк получился. Это тяжело слушать, я бы на его месте просто взял бы минус и подвинул в нужную тональность, и играл бы на до гармошке. Я понимаю, что это было сложно самому решить, надо было просто посоветоваться, я бы подсказал, или даже прислал ему нужный минус, это не очень сложно. Вот, играем мы сегодня мелодию из анимы, называется Хаудокин, подростки почему-то очень любят анимы, у меня тоже сын увлекается, друзья его смотрят. Там клавишная тема, Семён пытался её снимать на до гармошке в тональности ми минор. Можно играть на до гармошке в ми миноре, но некоторых ноток, которые в этой композиции используются, на до гармошке нет и на до овербенде. Я ему предложу взять эту музыку и попустить её на тон вниз, из ми минора в ре минор, и играть на ре гармошке в третьей позиции. Всё нормально играется, без бэндов, за одним исключением в одном месте есть овербенд на шестой дырке, я не могу его обойти, но Семён, я знаю, что он с ними сделает, он будет просто её заменять на какую-то другую ноту, это его делая, пусть он как играет, как хочет. Я сыграю как надо, но у меня не получилось её обойти. Хаудокин, гармошка, доо, поехали! 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 и те же ноты будут, мне кажется, это полезно уметь играть одну и ту же мелодию, одни и те же ноты в разных частях на губной гармошке, тем более, что там расположение нот различается, и это поможет вам в будущем лучше ориентироваться в нотах на губной гармошке, вы будете лучше чувствовать. Вот, вот такое сегодня видео получилось. Спасибо Семену за то, что прислал видео, за то, что учат мои мелодии и за то, что пытаются сам разбирать мелодии. Я сейчас оставлю здесь ссылочку на канал Семена, он там что-то выкладывает, у него там какие-то подписчики есть, зайдите, посмотрите. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, до скорого, пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все, пока.